Всем привет! Меня зовут Роман Переборщиков. Я руководитель просветительского проекта Курилка Гутенберга. И здесь, на этой площадке, в каворкинге ключ, мы проводим проект, вот организуем проект, который называется «Цифровой след». В рамках этого проекта мы рассказываем про информационные технологии, взаимосвязь их с обществом и про то, как они влияют друг на друга. Вот у нас уже были мероприятия про страхи цифрового мира, были мероприятия о терроризме в цифровую эпоху. И сегодня мы поговорим на третью тему. Вот онлайн для бедных, оффлайн для богатых – это такая тема немного футуристическая, как мне кажется. Но это мы уже из лекции узнаем. Возможно, я даже ошибаюсь в какой-то мере. Собственно, представлю сегодняшнего лектора. Оксана Мороз, кандидат к культурологии, доцент Шаненки, автор и редактор проекта «Новая этика» от N+, креативный директор фонда Егора Гайдара. Давайте ее поприветствуем. Спасибо большое, дорогие друзья. Действительно, эта лекция несколько футурологичная, поскольку мы рассуждаем на самом деле о цифровой среде как о чем-то как будто устойчивом, существующем на протяжении довольно продолжительного периода времени и, соответственно, о том, о чем можно так критически, очень жестко рассуждать. Но в действительности мы же прекрасно понимаем, что никакой единой цифровой среды не существует, что не существует никакого единого пространства для критики. И по большому счету мы опираемся на какие-то случаи, которые позволяют нам делать некоторые выводы о том, как развиваются современные информационные технологии, какое отношение это все имеет в отношении человека, как мы это все осмысляем и так далее. И на самом деле тема этой лекции родилась из очень простого кейса, который довольно бурно обсуждался, по крайней мере, на протяжении весны текущего года. Это статья 23 марта 2019 года, которая была опубликована в издании The New York Times. Это была колонка, то есть это не была экспертная статья, это была колонка о том, что, видимо, в существующем сегодня мире, особенно, конечно, в мире таком западном, поскольку автор этой колонки смотрел именно из пространства западного мира, есть некоторая четкая привязка или четкое соотношение между людьми, которые могут быть названы бедными, и, соответственно, их опытом пользования цифровой средой, и между теми, кто может быть назван богатым, и их отказом от цифровой среды. Эта колонка, общее содержание которой я сейчас попытаюсь вам воспроизвести, наделала очень много шуму. Во-первых, потому что она была довольно резко написана. Во-вторых, поскольку ее автор демонстрировал себя как истину в последней инстанции. И, в-третьих, поскольку ни одно из ключевых понятий этой статьи не было специально объяснено, ему не были даны никакие определения, и поэтому казалось, что этот текст такой высосанный из пальца. Если говорить о содержании этого текста, то он выглядел следующим образом. Автор утверждал, что все информационные технологии, их производство и их пользование стремительно дешевеют. При этом проблема была в том, что автор никоим образом не пытался осмыслить, насколько или в какой степени действительно мы можем говорить о дешевизне технологий. Можем ли мы говорить о том, что производство каких-нибудь устройств, гаджетов или девайсов стало дешево в абсолютных цифрах. Или мы говорим о том, что это производство просто переехало в страны, которые мы называем странами третьего мира, там дешевая рабочая сила, поэтому в каких-то абсолютных цифрах это вроде бы действительно стало дешевле, но в действительности это означает эксплуатацию и труд в очень нехороших условиях для довольно большого количества людей. Во-вторых, утверждал автор этой статьи, в действительности само устройство цифровой среды выстроено так, что в нем появляется очень много сервисов. Сервисы, которые связаны с образованием, сервисы, которые связаны с устройством вообще социальных взаимоотношений. И эти сервисы как будто бы подменяют собой то, к чему люди привыкли в аналоговую эпоху. У нас есть онлайн-университеты, у нас есть многопользовательские курсы, у нас есть телемедицина, которая приобретает все новые и новые какие-то очертания. И с одной стороны, это продолжение старых технологий, а с другой стороны, это попытка увести людей, которые привыкли к взаимодействию с другими людьми, в онлайн-пространство, где все настраиваемо, программируемо, автоматизируемо и дешевле, потому что вам не приходится совершать энное количество специальных действий, которые вы совершаете оффлайн. Чтобы получить, например, рекомендацию врача, который готов вас консультировать в Инстаграме, врача может быть в кавычках, вам не нужно содержать больницу, вам не нужно содержать довольно большой штат администраторов, вам не нужно довольно много разных вещей, которые, собственно, определяют, что такое, например, медицина в оффлайн-мире. И поэтому, говорит автор статьи, довольно большое количество людей, которым не хватает ресурсов для того, чтобы в оффлайн-мире получить качественные услуги, идут онлайн. Вы не можете поступить в Гарвард по ряду причин и получить там достойное образование, но вы можете купить несколько курсов удаленных этого же университета или даже не купить их, а пройти бесплатно и в какой-то мере получить сертификат, который будет говорить о том, что вы тоже вошли в сообщество выпускников Гарварда. В общем, кажется, что это очень демократичная история. И, собственно, визионеры цифровых технологий, такие евангелисты и футурологи, которые рассказывают, что весь наш прогресс сводится к тому, чтобы развивать интернет, мобильные технологии и самые разные другие штуки, они как раз на это очень сильно давят. Посмотрите, как интернет демократизирует доступ к разным благам. Посмотрите, как глобальное распространение цифровых технологий позволяет нам всем прикоснуться к тем благам, которые раньше были у элит. Это одна история. Но вторая история, о которой говорит этот автор, это то, что элиты пресловутые, в общем, заметили, что к ним подкрадываются и на их благо претендуют. И поэтому ради сохранения своего элитарного статуса они предпочитают отказываться от онлайн-среды. Говоря о том, что в любом случае курс Гарварда, который читается онлайн, не равносилен образованию, которое вы получите в аудитории Гарварда. Рекомендация, которую вам даст врач в Инстаграме или даже не в Инстаграме, а просто удаленно, даже если это врач из очень хорошей институции, никоим образом не сравнится с диагностикой, которую представляет специалист на месте. И вообще, например, зависимость от большого количества связей в онлайн-среде, от большого количества конфликтов вообще не подменит такую теплоту или, если угодно, ламповость человеческого общения, которое у нас есть, когда мы находимся в присутствии друг друга. Поэтому, говорит автор, элиты отказываются от онлайн-среды. И, с одной стороны, это выглядит как нежелание пользоваться самыми простыми и самыми известными сервисами. И вот даже в этой цитате, которая у вас на экране, это, собственно, цитата из статьи, сказано о том, что признаком новой статусности и нового статуса становится отказ, например, от мультифункциональных смартфонов, нежелание регистрироваться в суперпопулярных сервисах, потому что, кажется, если вы обладаете высоким статусом разного порядка, вы можете без всего этого совершенно спокойно жить. Вы можете жить без того, чтобы у вас постоянно не вибрировал телефон, вы не зависите от того, найдут вас или не найдут в режиме реального времени прямо здесь и сейчас. Вы настолько хороши, что вас в любом случае найдут. Люди приложат усилия для того, чтобы с вами связаться. Другой вопрос, который поднимает автор этой статьи, что отказываясь от онлайн-среды, элиты не хотят быть выброшены из пространства всеобщей коммуникации и обмена благами. Поэтому что они делают? Они покупают людей. И вот это самый болезненный тезис этой статьи, потому что вместо того, чтобы самим входить в онлайн-среду, люди покупают услуги тех, кто этим занимается. То есть вы покупаете не смартфон, а вы приобретаете, естественно, что это так очень жестко звучит, но тем не менее, вы приобретаете человека, например, личного помощника, у которого есть смартфон, и который за вас делает все то, что вы должны были бы сделать самостоятельно. И по сути выводом этой статьи была такая очень простая, незатейливая мысль, что если раньше на протяжении 20 лет, даже больше, мы продавали интернет, потом цифру, как пространство демократизации, то сегодня мы должны продавать это как пространство для новых бедных, для тех, кто не может себе позволить помощь оплачиваемой, естественно, человека, который будет копаться в этом бесконечном количестве связей и в бесконечном количестве сервисов. Если же мы достаточно статусные, обеспеченные и так далее, то мы можем позволить себе помощников, которые будут за нас все это разгребать. И по сути офлайн – это пространство для настоящих богатых, которые могут себе позволить в эту мишуру всю цифровую вообще не включаться. И по факту, на самом деле, этот итоговый тезис, он заканчивался историей про то, что, конечно же, элиты – это те, кто могут позволить себе приобрести услуги другого человека, в том числе с целью эксплуатации, для того, чтобы не касаться того, что им не нравится, того, что требует каких-то дополнительных усилий. И, в общем, этот итоговый тезис, он и финализировал текст. То, что возможность исключить себя из цифры – это некая претензия на обладание эксклюзивными правами, эксклюзивным доступом к благам. Это такой особенный люкс-статус. Понятно, что этот текст вызвал бурю эмоций в американском сообществе, в англоязычном сообществе в целом. И в том числе потому, что, во-первых, с политической точки зрения сейчас очень сильны такие левые либералы, для которых этот текст, конечно, про эксплуатацию, конечно, про то, что мы фактически рассказываем о том, что элиты, которые фактически продвигают идею и рыбовладельчество, оказываются в топе. И, кроме того, этот текст, конечно, про то, что равенство, какие-то республиканские, либеральные или демократические ценности вообще никого не волнуют, потому что всех волнует культура комфорта, а комфорт достигается с помощью делегирования неприятных обязанностей. А с другой стороны, это было продиктовано тем, что действительно в тексте, кроме самой идеи о том, что есть элиты и все остальные, и очевидно, что у элит должен быть какой-то особенный статус, а это значит, что особенные права и особенные возможности, больше никаких фактологических, точных описаний не было. Ну и кроме того, в тексте было довольно много всяких апелляций к, ну скажем, не всегда верифицируемым фактам, например, относительно того, как цифровая среда, конкретные ее продукты, в частности игры или какая-то другая объектная реальность, негативно влияют на когнитивные особенности людей, поскольку мы понимаем, что есть примерно одинаковое количество психологов и киберпсихологов, которые полагают, что цифровая среда позитивно влияет на психику и негативно влияет на психику, то когда вы манипулируете этими исследованиями только с одной точки зрения, вы манипулируете читателем. Но что любопытно, вся эта история не осталась в пространстве англоязычного разговора о цифре. Наверное, это следствие того, что вообще про цифровые технологии говорят очень много, это модная тема, и поэтому те люди, которые следят за этой проблематикой, за этими обсуждениями, практически сразу начинают в своей языковой среде формировать некоторые критические высказывания. Я специально для вас выбрала два, они очень разные. Одно высказывание Дарьи Борисенко, высказывание российской журналистки, которая несколько лет назад переехала в Америку, и сейчас там живет профессиональной жизнью. И, в общем, для нее это высказывание про Америку, про страну, в которой она живет, и про страну, в ценности которой, в том числе гражданские ценности, она включается. А второе высказывание, это высказывание Кирилла Мартынова, которое довольно много тиражировали российские СМИ, редактор отдела политики, новой газеты, и человек, о котором вообще известен тем, что он всегда критически отзывается на какие-то взрывы в масс-медиа и на какие-то тексты, которые вызывают массу реакций, как позитивных, так и негативных. Если посмотреть на даты публикации, то можно увидеть, что это буквально по горячим следам. То есть текст вышел 23, кажется, марта, а обе эти реакции вышли 25 и 27. Понятно, что это не газетные статьи, в том смысле, что это не какое-то экспертное мнение, которое требует серьезного критического осмысления, потому что, по большому счету, это блоги. Да, это блоги людей, которые имеют отношение к сфере СМИ и медиа, это блоги людей, которые активно обсуждаются потом в сообществе, но тем не менее, это такое довольно частное суждение. Для меня эти высказания показательны, поскольку, с одной стороны, это высказывания людей, которые все-таки в довольно большой степени принадлежат не то чтобы другой ценностной модели, но они не находятся в полной мере в той ситуации, из которой произнесено это высказывание о цифровых бедных. А с другой стороны, потому что в действительности мы понимаем, что существует довольно большая разница в качестве пользования цифровыми технологиями, в их доступности, в монетизации определенных технологий, соответственно, в том, как выглядит условно говоря цифра в Америке и цифра в России. Мы понимаем, что это не одинаковые абсолютно вещи, не одинаковые абсолютно контексты. Но тот факт, что, условно, назовем так, московские журналисты начинают критиковать этот текст так, как будто он написан о нас, говорит о том, что, несмотря на разницу цифры, аудитории и пользователей этой среды в значительной степени себя считают равными друг другу везде. То есть здесь контекстуальность вообще снимается. И поэтому, если мы говорим о бедности и богатстве и о том, насколько цифровая среда и ее обитатели себя с этим ассоциируют, то важно понимать, что ассоциируют себя с этим все, кто увидел этот текст. То есть это для всех стало такой болезненной точкой. Надо сказать, что эти реакции, они не то чтобы сильно отличаются, но эмоционально и содержательно критика направлена на разные составляющие этого текста. В одном критическом замечании у Кирилла Мартынова в основном речь это о том, что тезис вообще-то может быть и манипулятивен, но рабочий. С этим можно работать. Почему? Потому что, когда мы начинаем смотреть на то, какое количество ресурсов мы вкладываем в свое взаимодействие с окружающим миром, и мы понимаем, что мы очень сильно экономим, когда взаимодействуем с ним скорее в таком удаленном режиме, когда мы не идем к врачу, а когда наш врач консультирует по интернету, когда наши дети или мы сами учимся онлайн и не оффлайн, когда мы предпочитаем покупать товары онлайн и не ходить в какие-то бутики, в том числе, потому что этих бутиков просто нет в нашей стране или в нашем городе. Мы, в общем, так или иначе ощущаем себя, если не бедными, то в ситуации нехватки каких-то возможностей или каких-то полномочий или каких-то прав. Это не обязательно говорит о нас, как о бедных, но это говорит о том, что нам чего-то не хватает. То есть те возможности, которые нам предоставляет интернет, больше, чем наши реальные возможности в оффлайн-мире. Нам проще проконсультироваться с крутым медиком, с крутым врачом, потому что рядом с нами такого нет. И мы понимаем, что, может быть, мы сами не бедны, но условия, в которых мы живем, не соответствуют нашим ожиданиям. Мы, например, понимаем, что мы хотим учиться скорее в университетах Лиги Плюща или хоть как-то прикоснуться к ним, чем ходить на обычные лекции к своим обычным преподавателям, может быть, потому что у нас есть такой какой-то старый добрый комплекс или карго-культ. Мы верим в то, что находится там, то, что реализуется в университетах, чьи названия не сходятся в стране журналов, априори лучше, чем то, что реализуется у нас в наших институциях, хотя это еще надо доказывать. Но вот карго-культ работает так. И для Кирилла, в общем, по большому счету, не то чтобы не является какой-то истинной в последней инстанции, но точно является обсуждаемым тезис о том, что если вы работаете с живыми людьми, если вы в очень большой степени окружаете себя ими, если ваша работа, ваша профессиональная сфера, личная жизнь зависит от непосредственных близких контактов, то, скорее всего, вы находитесь в очень привилегированном положении. Это не означает, что вы богаты в каком-то таком финансовом смысле слова, но вы в привилегированном положении. А если вы зависите от онлайн-контактов, если вы за ним бежите, если вам необходимо все время быть 24 на 7 онлайн, потому что вы пропустите какой-то важный звонок и ваша жизнь рухнет, или вы пропустите какое-то важное сообщение и все будет уничтожено, то, скорее всего, вы находитесь не в очень привилегированном положении. И дальше возникает вопрос, это ваша проблема, то есть это проблема, которую вы можете решать, или это проблема того пространства, того контекста, социального, культурного, экономического, в котором вы находитесь. Ну и, собственно, следующий вопрос, что с этим делать. Но тезис о том, что онлайн скорее для людей непривилегированных, а оффлайн, безусловно, для привилегированных, в общем, не вызывает сомнений. Для Дарьи ситуация выглядит немножко иначе, потому что с точки зрения человека, который находится в пределах американского контекста и в том числе американского мифа, американская мечта, self-made man или self-made person, как сейчас, да, скорее политкорректно можно сказать, вот эта логика, что становление человека должно быть реализовано только в одном поле, в аналоговом, в оффлайн, а в другом оно не настоящее, выглядит дико дискриминационным. Ну, то есть я, если я начинаю себя растить как профессионала, как личность, как успешного человека, то я буду использовать любые инструменты. В этом смысл этого роста, да, если угодно, в этом смысл, ну, условно протестантской этики, на которой взращена в том числе и американская культура, если так совсем упрощать, да. И здесь, когда вы говорите, что вот это образование настоящее, вот это как-то не очень, вы, конечно, соотноситесь с действительностью, но вслух озвучивать это вообще не очень корректно, потому что вот эта идея, да, и миф о том, что Америка страна возможностей, кто был ничем, станет всем, ну, понятно, что здесь я шучу, да, тем не менее воспроизводится. И когда вы говорите, что есть элиты, которые отстраивают вузы свои, и только своих туда принимают, потому что там, например, такие заоблачные, такая заоблачная стоимость обучения, что ни свой туда не попадет. Когда вы говорите, что есть достойные профессии, для попадания в которые нужно получить достойное образование, а для этого нужно родиться в нужном районе и так далее, и так далее, вы на самом деле продолжаете воспроизводить миф о том, что есть условный белый человек, который достоин того, чтобы реализовывать этот путь успешного человека, а все остальные, они недостаточно хороши. И поскольку, ну, как любой неофит, человек воспринимает многие установки как более живые и более такие витальные, то есть необходимые для воспроизводства, собственно, ее это и тревожит, что сама колонка – это оправдание старой, как мир затхлой олигархии, то есть представление о том, что очень малое количество людей достойны очень большого количества качественных услуг, а все остальные – это вот такая банальная, совершенно, ну, не то, чтобы неоправданная, но довольно примитивизированная история о золотом миллиарде. Вот есть какое-то количество, которое достойно, все остальные, пожалуйста, мимо. И мне кажется, что эта реакция, при том, что она очень частная, она как раз про то, что когда мы видим рассуждение о том, как выглядят будущие цифры и какое место в этом будущем цифры занимает человек, мы с одной стороны видим какие-то общие опасения, опасения о том, что цифра не выровняет всех, не горизонтально, там, предложит всем массу возможностей, а еще больше создаст расхождение, еще больше создаст разную недостаточность и неравенство. А с другой стороны, что когда мы смотрим на это критически, высвечиваются самые разные болевые точки. У одних высвечивается такая точка, что любое социальное пространство это пространство и неравенство. Мы все в чем-то по отношению друг к другу неравны. Появилась новая среда, мы в нее 20 с лишним лет поиграли, оказалось, что она вообще ничего не вылечивает. Но что с этим делать? Вот это наша болевая точка. Что с этим делать дальше? Куда мы идем? Какое будущее мы предлагаем для своих детей, которые сейчас входят в цифровую среду очень рано? Насколько хорошо мы себя там ощущаем? Какое будущее у нас, как у профессионалов, потому что поколение в цифре сменяется очень быстро. Это одна болевая точка. А другая болевая точка, более фундированная, что ли, в старых страхах о том, что вообще-то это означает, что мы в новом пространстве воспроизводим старую добрую логику иерархии, абсолютного социального неравенства и недоверия друг к другу и считаем это благом. То есть мы воспроизводим новую систему сегрегации. И эта система сегрегации нам нравится. То есть в одном случае мы говорим, ну окей, статус-кво вот такой, нам это не нравится, что делать. А в другом случае мы говорим, окей, статус-кво такой нам нравится, потому что мы скорее всего попадаем в эти элиты так или иначе, или мы можем постараться это сделать. И в общем нам ничего дальше предпринимать не нужно. Тем более смешно на самом деле, что если мы посмотрим на саму базовую колонку, она написана человеком, который работает в СМИ. СМИ зависит от цифровой среды, от онлайна более, чем многие другие, извините, креативные профессии. Это люди, которые точно живут со смартфоном в руках. Это люди, которые в постоянном режиме редактируют, верстают и так далее. То есть это люди, которые поставлены вот в этой системе на положение рабов просто потому, что когда-то они выбрали такую профессию. И тем более странно защищать эту историю. Такой стокгольмский синдром. Нам плохо, но мы это будем защищать, потому что мы привыкли к тому, что нам плохо, и нам в этом более-менее спокойно. И вот мне кажется, что когда мы говорим о цифровой бедности или цифровом богатстве, это вызывает к жизни довольно много вопросов. Я, собственно, хотела с вами сегодня ими поделиться. У меня нет готовых ответов, но мне кажется, что интересно это размышления, по крайней мере, иметь в виду. И тем более мне это важно, что на самом деле история про бедность и богатство – это еще история про то, какой сегмент цифровой среды мы в действительности видим, и про какой сегмент мы готовы говорить. У меня, например, недавно был чудесный опыт, когда я оказалась совершенно случайным образом на вечеринке блогеров приложения Лайки. Приложение Лайки – это чудесное приложение, это что-то между мессенджером и социальной сетью, что-то похожее на Snapchat, пользователи которой, вот я их называю, блогеры ноль плюс, потому что там, правда, очень много совсем маленьких детей, совсем маленьких. Но поскольку мы не находимся в юрисдикции, например, американских ограничений на доступ к детей социальным сетям, и, соответственно, у нас могут регистрироваться дети не начиная с какого-то возраста, а ровно с того момента, когда им позволяют это родители, которые дают им гаджеты, то там действительно есть блогеры, там трех лет, пяти лет, десяти лет. Я оказалась на вечеринке, в помещении, которое вмещало 7 тысяч человек. И вот можете себе представить, значит, огромное количество детей и их родителей, которые считают себя блогерами и которые на самом деле ведут себя соответственно. То есть как только ты на них направляешь камеру, они начинают танцевать, они начинают вести себя публично, потому что они считают, что прямо сейчас идет онлайн-трансляция. Как только они видят какой-нибудь пресс-вол, они начинают делать селфи, причем селфи они делают намного более профессионально, чем я когда-нибудь научусь вообще. Они умеют кучу всего монтировать, они владеют кучей фильтров, потому что они вшиты в это приложение. Если вы посмотрите на топовых блогеров, которым там может быть 5-7 лет, то это вообще-то готовые маленькие звездочки, которые умеют на своем уровне делать то, что я не умею точно. И более того, они умеют производить такой контент, поскольку у них есть такой инструмент, для производства которого профессиональному видеографу потребуется не две минуты, а два часа. И у них есть определенная идентичность. Они живут онлайн. Знаете, иногда некоторые из них выглядят так, как включился. Значит, камера, я включился, камера выключилась, я все, я выключился. То есть я перешел в стендбай-режим. Как только камера снова включилась, я снова заработал. И понятно, что дальше можно рассуждать очень много о том, почему у нас возникло целое сообщество таких пользователей. Как мы по отношению к ним должны себя вести. Потому что вообще-то в своем пространстве этого приложения они более чем субъектные, они более чем самостоятельные. У них сотни тысяч подписчиков. Они участвуют в каком-то диком количестве флешмобов. И вы произносите имя какой-нибудь девочки-блогера 15 лет, и блогеры 5 лет дико визжат и бегут в ее сторону. То есть это действующее сообщество, которое мы, ну я, например, не вижу. Просто потому, что я не вижу этот инструмент. Я могу сказать, что его нет, и вернуться вот сюда и говорить про взрослых, ну у которых проблемы, где учиться, где покупать продукты, каким образом выстраивать свою личную профессиональную жизнь, насколько это связано с производством или потреблением социальных благ и так далее, что сколько стоит. Но в действительности мы упускаем просто большой сегмент, который в оффлайновых отношениях, с правовой точки зрения вообще не участвует. Но онлайн он представляет собой отдельное поколение, так называемое короткое поколение. То есть это поколение, которое ограничено в том числе просто временем существования определенного инструмента. И они действующие участники этой цифровой среды. Поэтому, когда мы говорим о бедности или богатстве, как о метафоре или как о реальности, мы должны понимать, что чаще всего мы имеем в виду себя и ближайшее окружение, но выйдя за эти пузыри фильтров и за эти эхо-камеры близких нам людей, у нас есть довольно большая аудитория тех, кто просто пока не осмысляет так критически то, что происходит, но тех, кто тоже находится в зависимости от определенных инструментов и тех, кто, в общем-то, оказывается тоже на положении, пользуясь логикой этих текстов, эксплуатируемого или эксплуататора, до того, кем пользуется или того, кто пользуется. И поэтому так важно, как мне кажется, вести этот разговор. Если говорить о вопросах, которые вызывают к жизни подобные публикации или подобные обсуждения, то их на самом деле довольно много, и они, как мне кажется, фундаментальные. И в этом смысле хорошо, что есть такие кейсы, которые позволяют задуматься о том, что есть бедность и богатство, и кто мы вообще, и куда мы идем. Потому что вопросы это такого рода. Вообще откуда возникла уверенность на массовом уровне, что цифра способствует какому-то горизонтальному взаимодействию и решает проблему неравенства. То есть с чего мы решили? Что тот факт, что у нас есть массовые сервисы, где мы можем найти почти любого человека и постучаться к этому человеку в друзья, означает, что мы все равны. Это такая простейшая визуализация, как будто бы равенство. Но на самом деле, если мы покопаемся, это вообще не решение проблемы неравенства. Второй вопрос. Если цифра или ее инструменты не предполагают горизонтальности и демократичности, то есть у нас примеры какой-то, наоборот, иерархичности, то есть вертикального строения цифры. Понимаем ли мы в действительности, как она устроена, чтобы говорить о том, что она демократизирует или не демократизирует, что она способствует снятию проблемы неравенства или, наоборот, его воспроизводит. То есть, в конце концов, мы можем с помощью цифровых инструментов побороть бедность как один из симптомов неравенства или, наоборот, не можем это воспроизводиться. И третий вопрос. На самом деле, мы когда говорим про неравенство или про бедность, или про нищету, мы про что говорим? Кажется, что очень часто все эти дискуссии сводятся к разговору о том, что это просто несправедливо. То есть несправедливо полагать, что если у меня есть вот этот гаджет, я им пользуюсь, он меня спасает жизни, я нахожусь в менее привилегированном и статусном положении, чем человек, который до сих пор сидит с кнопочным телефоном. Почему? Ну, давайте будем рассматривать банально. Ну, потому что мне, как минимум, пришлось, знаете, заработать. Как всем сидящим в зале на какие-то другие штуки, которыми мы пользуемся. Или потому что, например, если я отказываюсь от этой вещи, то это может приводить, наоборот, к снижению статуса. Это другая цена, которую я плачу за свой комфорт. То есть это нужно как-то обсуждать. И в большинстве случаев это обсуждение сводится действительно не к тому, что насколько дешевле делать многопользовательские онлайн образовательные платформы, чем строить университет. Насколько дешевле заводить удаленные платформы для тех же медиков, чем строить поликлинику. Насколько дешевле, не знаю, делать социальных роботов, которые будут помогать детям или пожилым людям в рамках социализации, чем нанимать или способствовать воспроизводству кадров, которые занимаются социальной помощью. Почти никогда речь не идет о цифрах. И в колонке речь не идет о цифрах, в критических высказываниях речь не идет о цифрах. Вообще никто ими не оперирует. Все оперируют вот этими качественными категориями. Это несправедливо, это эксплуатация, это нечестно, так нельзя, это негуманно. Ну, соответственно, тогда надо, наверное, говорить о несправедливости. И справедливости просто убрать концепт бедности, потому что, когда мы говорим о бедности, мы говорим о ресурсах. Если вы не способны назвать ресурсы, тогда мы его убираем в сторону. И говорить о чем-то, что имеет отношение к гуманитарным каким-то ценностям. Мне кажется, что на самом деле существует некоторая такая разветвленная сеть ответов. Каждый из этих микроэлементов это свой такой большой-большой ком возможных вариантов реакции на эти вопросы. Значит, если мы говорим про то, почему у нас возникла идея, что цифра снимает проблему неравенства, то понятно, что часть из этого это следствие, собственно, того, как маркетологи и люди, работающие в рекламе, продавали, собственно, самые популярные коммуникационные сервисы в течение последних более чем 10 лет. Когда вам рассказывают, что нам рассказывают, на самом деле, нам рассказывают, что существуют инструменты, которые позволят вам найти любого человека, связаться с любым человеком. Безусловно, это приводит к тому, что мы полагаем. Но раз я могу найти любого человека и связаться с ним, значит, барьеры между нами падают, значит, у нас уменьшается расстояние между друг другом, статусное расстояние. Ну и понятно, что это очевидный пример того, что у нас существует система равенства. Если я могу прийти в Твиттер и написать Трампу, он мне, скорее всего, ответит, но безусловно, особенно если я многотысячник в том же Твиттере, то здесь уже возникает олигархия, но безусловно, это все-таки система равенства, потому что, как я могу себе представить, 20 лет назад, что я свяжусь с американским президентом, и он мне что-то ответит. Или, например, когда я в прямом эфире могу наблюдать баталии между Макроном и Трампом по поводу того, как тушить Нотр-Дам-де-Пари. Ну, конечно, это вообще снятая проблема неравенства, потому что я в прямом эфире наблюдаю то, что раньше за закрытыми дверями с использованием дипломатического этикета решалось. Но в очень большей степени это, конечно же, иллюзия. Во-первых, потому что эти коммуникационные сервисы это минимум-миниморум процент даже массового интернета. Во-вторых, как показал мой пример с лайки, мы видим только то, что видим. Мы видим определенные сервисы, которые нам интересны, не видим что-то другое. Более того, мало того, что мы не видим, мы еще и стигматизируем. Мы говорим, что одноклассники или ВКонтакте, этот ваш YouTube, а что там в Инстаграме, кроме продаж? И, в общем, понятно, что мы очень четко делим аудиторию, очень четко отсекаем, наше и не наше. Вторая история про то, что это близкие связи, которые возникают, как будто возникают между людьми благодаря коммуникационным сервисам, еще и экстраполировалось на другие совершенно сферы деятельности. И речь шла о том, что существуют, так называемые, peer-to-peer, одноранговые сети. Вообще-то, когда мы говорим о производстве методом одноранговых сетей, мы можем говорить, например, о том, что это реализуется в части работы с языками программирования, где действительно могут быть такие сообщества, где есть узловые элементы, но довольно большое количество людей взаимодействует условно с сетью. Но, во-первых, большое количество людей, которые говорят про то, как работают peer-to-peer сети в отношении программирования, не знают, как это в действительности работает, не являются участниками этих сетей. То есть во многом подхватывают, опять же, мифологизированные представления об этом. А во-вторых, все-таки работа частных сообществ, профессиональных, которые так организуют свою деятельность, не может быть в полной мере экстраполирована на все социальные группы, на все комьюнити, которые существуют онлайн. То есть то, что удается в каком-то одном случае, не обязательно будет удаваться везде. Одноранговая сеть не обязательно будет работать как метафора для всего сообщества, существующего в цифре. И, конечно же, то, что развиваются и активно продвигаются технологии внутри финтеха, онлайн-банкинг, который как будто снимает определенные строгие ограничения с финансовой сферы и с регуляторов. Эдтех, то есть технологии онлайн-образования или смешанного образования, в общем, способствует тоже ощущению, что старые барьеры, с помощью которых существовали институты, которые организовали нашу жизнь, они снимаются. И мы можем гораздо более просто двигаться по жизни, проходить через социализацию, через инициацию в разных институтах. Все очень приятно, удаленно. Самое главное, от нас почти не требуется никаких усилий. Нажал на кнопочку, нажал на виртуальную кнопку, свайп влево, свайп вправо, оно все решилось. Но это иллюзия. Почему это иллюзия? Потому что если посмотреть на то, как устроены эти инструменты, то есть почему, например, свайп влево и свайп вправо что-то для нас дает, то мы увидим техническую начинку. И про это очень любит писать Алекс Гэллоуэй, который рассказывает о том, что вообще-то цифровая среда работает благодаря жестким протоколам. Цифровая среда технически специально организована так, что у нас есть интерфейсы, которыми мы пользуемся. То есть это специальный перевод с машинного языка на наш. Что эти два тезиса для нас означают? Первое, что если бы не было жестких протоколов, которые воспроизводятся везде, например, стека протоколов TCP, IP, интернета как массового продукта бы не существовало. Это невероятная жесткость и даже не иерархичность, а просто центрированность. То есть у вас не будет этого продукта, если у вас не будет вот этого. Здесь нет никакой демократичности. А что, если мы отменим и сделаем по-другому? Если вы так сделаете, то вот эта система просто не будет существовать. То есть это такая тоталитарная история, если пользоваться социальными терминами. Вторая штука – это то, что если у нас есть интерфейсы, которыми мы пользуемся, мы к ним привыкаем, и мы начинаем воспринимать мир через призму этих интерфейсов. Причем человек же с интерфейсами работает вообще примерно всю свою жизнь, весь период своего существования, как сообщество. Вот вы же знаете, как устроен ртутный градусник. У ртутного градусника есть интерфейс. Вот вы знаете, как с ртутным градусником работать. Или, например, барометр. Вот у меня там в квартире бабушки и дедушки висел барометр. И это был определенный аналоговый интерфейс, который, я думаю, что если вы покажете современному цифровому, в том числе ребенку, не потому что он ребенок, а потому что он просто не привык к этой аналоговой шкале, какая-то стрелочка куда-то туда-сюда, это будет откровение. И будет не совсем понятно, зачем это нужно, если есть виджеты, в которых мало того, что давление, температура, направление и скорость ветра, температура ощущаемая, температура реальная и массу еще других показателей, зачем мне нужен барометр. Потому что барометр – это просто один из элементов большого инструментного ряда. Соответственно, на самом деле, если мы привыкаем к определенной совокупности интерфейсов, мы с точки зрения социальных критиков оказываемся в зависимости от них. Мы привыкаем к тому, что, например, мы отправляем сообщения, вообще отправляем сообщения, так а не иначе. Мы взаимодействуем с людьми, так а не иначе. Нам нужно совершить энное количество действий, чтобы связаться с ними. Это заложничество, но с точки зрения социальной критики. И это означает, что на самом деле эта история про горизонтальность превращается в историю про абсолютную вертикальность и тоталитаризм, как только мы смотрим на технические ограничения. И тот факт, что мы не всегда их видим, а в большинстве случаев не видим, потому что не интересуемся, говорит о том, что мы действительно находимся в ситуации такого плюс-минус стокгольмского синдрома. Мы знаем, что все не очень хорошо, не очень понимаем, что на самом деле не хорошо, но это единственная реальность, в которой мы существуем, поэтому мы этим пользуемся. И плюс в разговоре про горизонтальность и вертикальность очень часто забывают за этими техническими условиями про социальный контекст. Первый социальный контекст это то, что глобальный интернет глобальный, но вообще-то в нем пока только чуть-чуть больше половины населения Земли. То есть у нас есть такая штука, как цифровое неравенство, в том смысле, что у нас есть неравенство в доступе к технологиям. Поэтому если вы начинаете говорить о том, что есть бедные граждане цифры и богатые граждане аналогового оффлайн мира, вы просто забываете про то, что есть люди вообще выброшенные из совокупности онлайн-пользователей. Они для вас вообще не люди. Это просто людоедские достаточно. И это забвение говорит о том, что вообще-то мы находимся в ситуации какой-то дикой привилегированности, когда все, что не является для нас связанным с цифрой, вообще отсутствует в мире живых. Это довольно большая проблема. Поэтому если мы говорим про горизонтальность, мы должны помнить, что в эту горизонтальность просто физически не включены определенные люди. А если мы говорим про вертикальность, то еще один социальный контекст, это, конечно, контекст государственной регуляции. То есть да, у нас есть разного рода цифровые бизнесы, которые стремятся к монополизации. И эти бизнесы устанавливают свои правила, свои интерфейсы, свой функционал. И мы вроде как им подчиняемся, если хотим быть пользователями. Но с другой стороны, есть государства, юрисдикции которых находится часть этих бизнесов. И эти государства устанавливают свои правила. Например, один из самых нашумевших случаев это ситуация, при которой Facebook и все, соответственно, сервисы, которые принадлежат компании, вынуждены были начать цензурировать свой контент. И, соответственно, контент, который производят пользователи в связи с тем, что приняли пакет закона фост-сеста, это законы, которые ограничивают и защищают от секс-трафикинга. В общем, законы, которые, по сути, защищают и пользователей, и не только людей, находящихся онлайн, от возможности оказаться участником секс-торговли. И это, в принципе, законы, которые вполне себе созданы в русле и в логике современной защиты прав людей, прав человека и так далее. Но тот факт, что Facebook оказался в подчинении этим законам, привел к тому, что они очень сильно стали цензурировать визуальный контент. То есть определенного рода изображения, которые в минимальной степени могут быть маркированы даже не как порнографические, а как эротические и маркированы, скорее всего, машиной при последующей проверке модератором, они просто изымались из употребления. В определенной мере в ряде других сервисов это может касаться и в том числе текстовых сообщений, поскольку расшифровщики и цифровые, в смысле машинные и модераторы, которые по следующим работают с контентом, они смотрят и на визуальные, и на вербальные сообщения. В итоге это привело к тому, что Facebook и Instagram стали одним из самых таких пуританских пространств. И довольно большое количество людей, которые считали себя секс-блогерами, секс-просветителями, невероятное количество секс-шопов, все они оказались в ситуации, когда на них постоянно жаловались, их постоянно блокировали. Те из них, у кого бизнес находился онлайн, вообще оказались в ситуации выброшенности с рынка, а все остальные не очень поняли, как они дальше будут работать с контентом, если еще месяц назад они могли об этом говорить, не нарушая правила сообщества. А теперь они не поменяли риторику вообще и что-то стали нарушать. Как вы понимаете, чем больше было вопросов у людей, которые не находятся в юрисдикции Соединенных Штатов, а, например, являются пользователями, в частности, российскими, вообще было не очень понятно, почему они должны подчиняться правовой системе, который существует в США, а не в России. И это означает, на самом деле, вот эта иерархичность воспроизводится не только на уровне технических возможностей, не только на уровне того, как эти технические возможности демонстрируются нам, но еще и на уровне правовой сферы, которая, конечно же, все больше и больше оказывается заинтересована и ее агенты, все больше и больше оказывается заинтересованы в регламентации цифры. Если раньше ее продавали как горизонтальную и свободную, то теперь она очень интересна людям, которые хотят создать юридические кейсы управления малоконтролируемыми сообществами. А последний вопрос про справедливость. Мне кажется, самым важным, поскольку на самом деле мы действительно, когда говорим о бедных и богатых, о том, кто в достаточной степени оцифрован и пользуется благами цифры, и являются ли эти блага действительно доступом к каким-то ресурсам, а кто не оцифрован, но именно поэтому привилегирован, мы все время говорим о том, справедливо это или несправедливо. И проблема заключается в том, что понятие справедливости здесь оказывается гораздо более краеугольным, чем, например, понятие законности, целесообразности и так далее. А с понятием справедливости работают политические философы, которые могут на самом деле по большому счету только устраивать мысленные эксперименты. Есть такая прекрасная книжка Джона Роуза в 70-е годы опубликованная «Теория справедливости». Одно из самых качественных изложений того, как должна выглядеть социальная справедливость, как должно выглядеть государство, которое, собственно, справедливо. И книжка эта на самом деле построена очень простым образом. Роуз предполагает, что все люди рациональны, и все люди хотят жить в обществе тотальной справедливости. То есть мы понимаем, что это мысленный эксперимент, который подходит для философской книги, и в очень малой степени на самом деле может быть реализован как практика. Это примерно как античные философы, которые надеялись на то, что государством будут управлять философы. То есть это красивый конструкт, но в действительности он не очень работает. Роуз пишет о том, что справедливость — это первый добродетель общественных институтов. Это означает для нас, что справедливое устройство той же самой цифровой среды должно быть первым драйвером всех наших устремлений. А теперь мы просто проведем эксперимент. Все открываем Facebook, все открываем ВКонтакте, все открываем YouTube, Instagram или еще что-нибудь. Все открываем современную прессу, берем какие-нибудь статьи, тексты или какие-то высказывания, которые не выдержаны в нейтральном тоне, а фиксируют какую-то проблему. И начинаем читать, насколько добродетельны комментаторы, которые там приходят, насколько все они жаждут справедливости по отношению друг к другу и вообще там условно терпимы в адрес чужих мнений. Мы увидим, что в действительности в локальной среде общения в довольно большой степени люди не стремятся к тотальной справедливости, а стремятся к занятию определенного места в публичной сфере. И скорее всего это место занимается за счет места кого-то другого, чем за счет попытки обустроить некоторое принимающее сообщество. Потому что строить принимающее сообщество дольше, чем расталкивать находящихся рядом. И поэтому история про то, что каждая личность обладает основанной на справедливости неприкосновенностью, которая не может быть нарушена, она, конечно, прекрасна, но мы ее оставляем за пределами разговора о том, что происходит в реальности. А разговоры о статус-кво. И это фактически означает для нас следующее. Вот как понятие бедный и богатый из той самой колонки, из нашего разговора, это понятие без определений, это метафоры. Вот точно так же разговоры о справедливости и несправедливости, это тоже разговоры о метафорах. И возникает вопрос, а кто в таком случае говорит о несправедливости, о привилегированности, непривилегированности, не метафорами? Существует ответ. Существует довольно большое сообщество людей, которых можно назвать кликтивистами. Это кликтивизм, это слэктивизм, это цифровой активизм или киберактивизм. Тут, как вы понимаете, много разных вариантов перевода. Это люди, которые онлайн ведут себя как активисты или считают себя онлайн-активистами. Главное отличие в том, что все их действия – это не действия офлайн, не интервенции городские или какие-то еще, а это онлайн-активности. Это посты, перепосты, расшары, публикации и так далее. У этих людей есть очень важная миссия, которую они несут. Если вы когда-нибудь сталкивались с этими людьми, а это очень часто представители конкретных сообществ, фемсообщества, экоактивисты, какие-то люди с очень выверенной ценностной позицией, то вы понимаете, что на самом деле ценность их борьбы – это ценность борьбы за социальную справедливость. Это мой любимый слайд, я его везде привожу, когда говорю про социальную справедливость. Это слайд, который постоянно пополняется, слайд с ключевыми словами и понятиями, которые пользуются люди, которые сегодня борются с несправедливостью. Кстати, с несправедливостью самого разного рода – экономической, социальной, политической, если угодно, любой другой, которую вы можете представить. И по большому счету это означает, что это люди, которые так или иначе в том числе говорят о бедности, о нищете, о неравенстве, о неравенстве возможностей, о неравенстве прав. Это люди, которые говорят о дискриминации, дискредитации, антигуманизме, то есть там целый спектр проблем. Если мы посмотрим на этот словарь, мы увидим, что в нем есть очень важное указание на то, что нужно бороться за что-то, за солидарность, за то, чтобы не допускать насилия, за то, чтобы не допускать дискриминации. Но очень много и борьбы против чего-то. И это, по сути, разговор о том, на самом деле это борьба за некоторую позитивную повестку или за негативную повестку, за то, что вы хотите построить или за то, от чего вы хотите избавиться. И это один из, мне кажется, очень важных пунктов нашего разговора. Если мы говорим, что онлайн для бедных, а оффлайн для богатых, и нам это не нравится, потому что это очень сильно дискриминирует всех пользователей и возвращает нас к истории про олигархию, тогда возникает опрос, за что мы должны бороться, что мы противопоставим этой картине, и что нам не нравится в истории про онлайн-бедноту. Выясняется, что у тех людей, которые занимаются действительными разговорами про социальную несправедливость и про то, как нам перестроить мир, чтобы он был более удобным, комфортным, безопасным для всех нас, ответ на этот вопрос тоже не возникает. И не потому, что они недостаточно дорабатывают, а потому что, как только они начинают говорить о социальной несправедливости, они оказываются в тесноте и в плену прежних убеждений, прежних логик, и в том числе прежних представлений о том, что такое справедливость или несправедливость. То есть примерно как философы, которые мыслят логикой экспериментов, эти люди мыслят логикой старой борьбы за справедливость. Как выходили черные пантеры бороться за справедливость, которую они видели, как выходили другие антивоенные, например, движения 60-х, 70-х, бороться за справедливость в том виде, в котором они видели. Здесь мы видим примерно то же самое. Даже слова, которые вы здесь наблюдаете, некоторые из них очень похожи на слова из того самого левого либерального вокабуляра, с которого мы начинали, который в Америке сейчас в том числе и не только в Америке имеет довольно большое хождение. Что нам предлагается для того, чтобы бороться с социальной или любой другой несправедливостью? Нам предлагается солидаризироваться, нам предлагается бороться с теми, кто ведет по отношению к нам себя токсично, то есть некорректно, давайте переводить это с языка психологизации на язык какой-то более нейтральный, некорректно, агрессивно. Нам предлагается всячески выказывать недоверие по отношению к тем, кто нарушает наши правила, потому что солидарность предполагает, что мы какие-то правила имеем. Нам предлагается бороться с культурой силы. Это такой мягкий перевод, по-английски звучит как rape culture. Нам предлагается устанавливать больше горизонтальных связей. Нам предлагается отказываться от языка вражды, от риторики ненависти, быть более спокойными в отношении друг друга, не провоцировать друг друга. Нам предлагается всегда безопасное для себя пространство, расставлять маячки. Если что-то вам не нравится или что-то вам может не понравиться, мы должны об этом заявить, чтобы наше сообщество существовало в некотором спокойном статусе. Теперь переведем это в наш разговор. Получается, что для того, чтобы бороться с ситуацией засилия цифровых технологий, в которых нас всех объявили бедными, нам нужно объединиться, а объединяться мы прежде всего будем там. Потому что где еще? То есть получается, что на самом деле люди, которые борются за социальную справедливость, в том числе в киберпространстве, воспроизводят новую логику размежевания. Давайте, раз уж нас объявили все бедными, цифровыми бедными, цифровыми бедняками, давайте мы объединимся и докажем этому нецифровому богатому миру, что мы не таковы. Это старая добрая логика расхождения по баррикадам и борьбы с этими баррикадами друг против друг. В общем, понятно, что это не вполне работает, потому что бороться это по-хорошему. Надо не с теми, условно говоря, не цифровыми, которые внезапно, благодаря этой колонке, попали в когорту богатых, а, собственно, самой установкой на то, что простой инструмент, ну, окей, не простой инструмент, но инструмент, техническая реальность переопределяет социальную реальность. Все только потому, что у тебя есть аккаунт в Фейсбуке, и ты там активен, и ты там блогер, тебя можно объявить бедным, потому что без этого аккаунта ты не справишься. То есть по-хорошему борьба за социальную справедливость и против бедности, против неравенства, против несправедливости – это борьба с теми, кто возводит цифру в культ. Ну, с положительной точки зрения или с отрицательной точки зрения. Как с теми, кто говорит, что цифры – это прогресс, и только благодаря цифре мы сможем существовать, потому что это люди, которые воспроизводят технологии, забывая в том числе о том, что мы не всегда социально поспеваем за ними, как примерно вот эти дети из лайки, вообще-то не всегда понимают, что конкретно они делают, когда нажимают на кнопки. Ну, потому что и взрослые пользователи Фейсбука, они вполне понимают вообще, что они делают, когда нажимают на кнопки. А с другой стороны, необходимо бороться с теми, кто полагает, что цифра – это что-то, что уничтожает привилегии, что-то, что создано специально для плебеев, потому что эти люди, наоборот, воссоздают институт бедноты, нищенства, рабовладельчества и прочих-прочих всяких метафор, которые мы знаем из истории. И вот это, как мне кажется, самое ценное, потому что как только мы начинаем верить в эти дискуссии, и вот действительно начинаем критиковать, мы начинаем убежденно искать, а мы в действительности-то привилегированы или нет. А вот у меня есть такой доступ в интернет или такие возможности технологические, а я все-таки заложник этих технологий или нет? А я все-таки достаточно ресурсен или нет? И мы, как я уже сказала, мы забываем про остальную миру, который вообще вне этих дискуссий, ставим себя в центр этой вселенной, начинаем по себе мерить все социальные устройства и по большому счету оживляем эти фантазии. Мне кажется, что если мы хотим в действительности обсуждать бедность, то нам придется, во-первых, обсуждать несправедливость и неравенство, о чем я только что говорила, а во-вторых, нам придется перестать говорить об этом на уровне мифологии, на уровне каких-то мифологизированных ценностей, которые мы с легкостью вбрасываем в публичное пространство, чтобы напугать каких-то одних людей и наоборот каким-то образом погладить по голове других. Нам необходимо в действительности посмотреть на реальность, на праксис, на то, что происходит в цифровой среде, на то, что происходит в разных этих средах, на то, что происходит с разными пользователями. И говорить об этом не в логике вот этих простых бинарных оппозиций, черное-белое, бедные-богатые, привилегированные-неприлегированные, справедливо-несправедливо, а смотреть на то, как складываются индивидуальные перспективы или перспективы действий внутри конкретных сообществ. И тогда, с одной стороны, мы разрушим представление о единой цифровой среде, которое меня лично угнетает, потому что нельзя всерьез говорить о какой-то единой цифровой среде. Это на самом деле в довольно большой степени непрофессионально. Ее нет единой цифровой среды. Мы перестанем говорить о каких-то людях, пользователях, которые все друг другу равны, потому что это тоже не соотносится с реальностью. Мы перестанем говорить о какой-то подвешенной вакууме привилегированности и благах, которыми одни обладают, другие не обладают. И мы начнем смотреть на реальные экономические, финансовые, политические, социальные аспекты. И тогда, собственно, разговор о цифровой среде перестанет быть страшилкой или, наоборот, такой невероятной фантазией, которую хорошо продавать, а станет разговором о технологии. И тогда мы эту технологию нормализуем. То есть мы введем ее в тот же контекст, в котором существуют прежние технологии, с которыми мы давно живем. Мне кажется, что симптом того, может ли цифра стать частью нашего мира или это всегда будет что-то такое плохо понимаемое, это как раз ситуация качества дискуссии о цифре. Если мы наконец сможем перестать говорить об этом как о некотором конструкте, не очень понятном, но зато как будто все все понимают, то тогда это будет разговор о том, в чем мы действительно разбираемся и с чем мы действительно живем и сосуществуем. А если мы продолжим вот так вот все обобщать и кидаться на эти обобщения, как на какую-то приманку, то мы так и будем существовать. Люди, которые делают цифру, инженеры отдельно, а все остальные пользователи отдельно. И вот это будет демонстрация самого большого неравенства, которое только можно вообразить. Когда пользователи, которые, собственно, составляют плоти кровь цифровой среды, не очень осознают, о чем они, где они, но при этом в обязательном порядке от них требуют какой-то эмоциональной реакции. Вот это самая серьезная система заложничества. Мы в ней сейчас находимся, ее надо преодолевать. Если мы преодолеем, тогда разговор о бедности и богатстве наконец перестанет быть метафорикой, а станет вполне конкретным разговором. На этом моя монологическая часть закончена. Я бы с удовольствием поговорила с вами, потому что мне кажется, что нам есть что обсудить и есть о чем, может быть, поспорить. Давайте поблагодарим. Поднимайте руки, я к вам подойду вместе с микрофоном. Руки, руки. Если не будете задавать вопросы, я вам буду травить еще всякие байки про цифру, потому что на самом деле, мне кажется, разговор про равенство и неравенство, бедность и богатство, это такая попытка объяснить технологическую реальность, вот пока Рома идет, технологическую реальность через понятные термины. Оно так не работает. Это как история про тоталитарную цифру. Мы пользуемся старым словом для того, чтобы объяснить что-то, что, может быть, этим старым словом не объясняется. Можно ли утверждать, что вот этот тезис онлайн для бедных, оффлайн для богатых, ему противятся бедные, а богатые, в принципе, его принимают? Здесь есть два ответа. Первый ответ – это то, что многие люди, которые как будто бы в рамках этого тезиса считаются богатыми, об этом не знают. Ну вот, например, об этом не знают люди, которые просто выброшены из сообщества онлайн-пользователей. Они просто не знают, что их внезапно объявили богатыми. А вторая история – это то, что многие люди, которые не пользуются цифрой по ряду причин, иногда это поколенческие причины, иногда это просто неудобно, оказываются зачисленными в когорту богатых, хотя, скорее всего, таковыми себя не считают. То есть у меня есть достаточно много примеров, например, из академической среды, где с точки зрения какой-то финансовой или экономической истории люди абсолютно не привилегированы. Но с точки зрения интеллектуальной, конечно, интеллектуального комьюнити, они находятся в привилегированном статусе. Это, например, доктора наук. Это люди, которые не пользуются этими современными гаджетами, они им не нужны. При этом они востребованы в своей среде, они публикуют свои чудесные монографии, они не пишут об этом ежедневно в Фейсбуке, у них нет такого социального долженствования. И дальше мы смотрим на них, и возникает вопрос, они богатые в этой ситуации или нет? У них нет необходимости доступа к этим технологиям, значит, вроде богатые. Они для своего сообщества вполне привилегированные, ну, вроде да. Дальше мы начинаем расширять рамки, смотреть чуть шире, понимаем, что с социальной точки зрения они явно не привилегированы. Их решение не быть в интернете, это не решение, потому что, знаете, я решил, у меня будет диджитал детокс, нафиг все телефоны и смартфоны, я буду сидеть в башне слоновой кости и печатать на печатной машинке, пусть весь мир подождет. Это просто потому, что они так живут. То есть, соответственно, вопрос, на самом деле, вот онлайн для бедных, оффлайн для богатых, это вопрос всегда, а кто это говорит? Если это говорит человек, который считает, что он хочет поставить критический вопрос, этим зарядить обсуждение, обсуждение это идет уже несколько месяцев, и оно там легло в основу даже научных текстов, то понятно, что это такая история про вбрасывание в публичное пространство вопроса, который хорошо обсуждается, и который, может быть, поможет поставить какие-то сложные дискуссионные какие-то темы. Если же это вопрос о том, беспокоятся ли цифровые бедные или не цифровые богатые об этом размежевании, ну, это странный вопрос. Потому что, на самом деле, если оффлайн для богатых, то там гораздо интереснее обсуждать, а почему у нас школы какие-нибудь с высоким уровнем образования стоят очень дорого по всему миру. Это справедливо или несправедливо? Почему так происходит? Нужно ли с этим бороться или не нужно? А почему у нас, например, несмотря на всю ревитализацию городского пространства, и там джентрификацию, все равно есть районы, которые маркируются недостаточно хорошими, и жители которых подвергаются серьезнейшему профайлингу, полиции и так далее. То есть это, на самом деле, огромное количество социальных вопросов, где цифра возникает там где-то на периферии. Просто гораздо удобнее говорить про цифру, потому что как только вы вводите слово digital, но у вас просмотры любых статей вырастают до небес, да, скролл вырастает до небес, и классно, и вы, собственно, отработали тему, молодец, вы заняли место в повестке. Но по большому счету никогда этот тезис в том виде, в котором он существует, не может стать ничем, кроме популистского высказывания. Собственно, почему Дарья Борисенко еще и так среагировала, потому что на ее взгляд это популистское высказывание в духе Трампа, которое самое простое, самое в лоб, ничего не объясняет, но запускает, значит, Батхерд у всех, кто его видит, потому что оно кажется каким-то непродуманным, нелогичным и уж слишком лежащим на поверхности. Мне кажется, что на самом деле, почему я еще зацепилась за эту статью, почему все на самом деле зацепились за эту статью, потому что Кирилл Мартынов тоже читал про эту лекцию, по-другому, но читал, потому что кажется, что судя по тому, какую реакцию массово вызывает этот текст, люди хотят вообще понять, насколько они легитимно существуют в цифровом мире, насколько они могут уходить туда, не будучи объявленными недостаточно нормальными оффлайн-миром, насколько онлайн можно реализовать то, что делается в аналоговом пространстве. Людям хочется понять, а то, что мы вот здесь, мы вот не фрики, мы не нерды, все нормально, мы вот тут себя хорошо чувствуем, это замечательно, так оно и должно быть. И поскольку это внутреннее сомнение существует, то ответом на него появляются вот такие простейшие тексты, которые с точки зрения социального исследователя только добавляют проблем, вообще ничего не решают. Наверное, так. Здравствуйте еще раз. Спасибо за лекцию, было весьма интересно. Мы все в жизни сталкивались с неравенством, с несправедливостью, и мы знаем, что это было всегда и, скорее всего, будет. И не пора ли нам просто смириться с несправедливостью, с неравенством? Отличный вопрос. Ну, с точки зрения разных политических систем и философских систем, и даже моральных, и нравственных, неравенство — это, ну, скажем, спусковой крючок, который запускает страшные социальные процессы. Ну, то есть неравенство порождает, не знаю, геноцид, неравенство порождает тотальное насилие, чем не войну всех против всех, там, вот эту Гоббсовскую, а вот насилие конкретных людей конкретными другими людьми. Вообще, как бы после нюрнбергских принципов вроде было решено, что разного рода система неравенства — это нехорошо. И дальше возникла просто история про то, что с течением времени люди договаривались, что является дискриминацией, и, соответственно, где мы видим неравенство. Репрезентация каких людей или отсутствие репрезентации каких людей — это не очень хорошо, и нужно с этим бороться. Речь именно о социальной борьбе, мы сейчас не говорим о исследователях, для которых вообще понятие «хорошо-плохо» — это не очень работающие штуки. И, в общем, весь мир договорился, что как минимум равенство возможностей — это лучше, чем неравенство возможностей. Соответственно, права человека, те, которые существуют при рождении, те, которые определяются конституциями, это благо. И эти права построены на неотчуждаемости определенных благ, на равенство перед законом и так далее. Поэтому просто так сказать, что, знаете, все это не работает, заканчиваем с конституциями, разойдемся, пожалуй. Так нельзя. В том смысле, что просто есть достаточно серьезный катастрофический мировой опыт, причем не только европейский, который подсказывает, что, в общем, бороться за равенство — это важно. Вопрос в том, какими методами. Потому что есть условно борьба активистов, есть правовые какие-то действия, есть просвещение образования, которое, в общем, тоже можно считать борьбой и так далее. Но то, в чем вы абсолютно точно правы, это то, что разговоры о неравенстве ведутся столь долго и столь давно, что людям, для которых эта проблема не является какой-то ключевой и важной, может показаться, что они, в общем, пустотные и бесполезные. То есть мы столько говорим о неравенстве и ничего не меняется, что, может быть, мы перестанем об этом говорить и поговорим о чем-нибудь другом. Ну вот у нас есть попытка, вот решили поговорить о бедности. Но результат примерно такой же. То есть, в принципе, тоже ничего не получается. Можно поговорить о справедливости и несправедливости. Результат тоже, в общем, будет понятен. Это просто такие большие термины и одновременные метафоры, за которыми стоит такая интеллектуальная история, что если вы начинаете пытаться найти основания для всего этого и докопаться до суть, а что все это значит, и за что вы, собственно, боретесь или против чего, выясняется, что чем больше у вас таких борцов, тем в большей степени вы понимаете разное под равенством и неравенством, справедливостью и несправедливостью, бедностью и богатством, благом и неблагом. И вот тут вся борьба рассыпается, потому что оказывается, что сообщество борцов не способно договориться, и каждый стоит на своем. Мне кажется, на самом деле, что история про то, не хватит ли бороться за справедливость, это история про то, что, может быть, хватит это декларировать как борьбу за справедливость вселенскую. Может быть, имеет смысл это превращать в разговоры про другие какие-то ценностные штуки. У меня есть любимый пример, я его всегда привожу, когда читаю лекции про дискриминацию. Есть вот, мы знаем кучу измов, кучу разных терминов, которые объясняют или определяют разные виды дискриминации. У меня есть мой любимый, который называется спесишизм. Это видовая дискриминация. Ну, от слова спишес. Среди вас есть хозяева домашних животных. Вот вы все занимаетесь спесишизмом. У меня тоже есть домашние животные. Почему? Потому что вы ограничиваете свободную волю думающих существ. А надо понимать, что со времен Руссо плюс-минус более-менее понятно, что они думающие. Думающих существ своей волей. Это вы выбираете, когда их кормить, когда их гулять, когда их мыть, во что их одевать или не одевать, где они будут спать. И вообще-то это дискриминация, потому что они, может быть, этого вообще не хотят. Причем, если раньше это можно было считать просто частью экоактивизма такого довольно жесткого, то с того момента, как, например, дельфинов объявили личностями человеческой природы, ну, извините, мы находимся в ситуации, когда все больше и больше будет разговора про права животных, про их представительство даже в органах власти, про их, ну, по крайней мере, защиту их прав. И есть страны, в которых это вполне себе работает. И есть страны, которые всерьез говорят о гражданстве животных. Ну, если у вас живет олень, то он вообще-то, ну, если он в России, то он вообще россиянин, если что. И поскольку это все начинает очень обсуждаться, для нас это какие-то заоблачные дали, у нас другие есть проблемы, у нас с людьми проблемы не решены, поэтому, ну, как бы, не совсем до животных, да. Но в целом, это история про то, что если довести до абсурда борьбу за справедливость, то вот возникают такие конструкты, которые на самом деле говорят о том, что что бы человек ни делал, он всегда будет несправедлив по отношению хоть к кому-то. Если мысли такими большими конструктами, ну, мы всегда будем недостаточно хороши. А тут надо понимать, что когда человеку заявляют, что никогда не будет достаточно хорош, это вообще тупиковый способ общения, потому что, ну, а зачем, собственно, пытаться что-то делать, если я никогда не буду достаточно хорош. Поэтому, мне кажется, что имеет смысл все-таки как-то говорить не о борьбе за справедливость или против несправедливости, а о какой-то большей конкретике. Вот, например, в случае с бедностью и богатством цифровых граждан, то, что меня больше всего интересует, поскольку я из системы образования, меня больше всего интересует, конечно, разговор о том, что университеты, оффлайн-университеты продолжают считать себя корпорациями, которые единственно достойны того, чтобы давать образование, заниматься иногда воспитанием и предлагать обучение. Вот, мне кажется, что эти три функции образования, обучения и воспитания, которые в современных университетах как в корпорациях заключены, они довольно серьезно могут быть перенаправлены и передислоцированы в онлайн-сервисы, потому что то, что касается обучения конкретным навыкам, это далеко не обязательно должно быть реализовано в университете. То, что касается воспитания, это точно совершенно может быть реализовано в других форматах общения. И часть из того, что касается обучения и образования, точно может быть переведено в онлайн-режим, и это действительно довольно демократично. Тот факт, что университеты и их спонсоры, и люди, которые работают на рекламу этих институций, продолжают бить себя кулаком в грудь и кричать, что они средневековые корпорации, и только они могут выпускать специалистов, это для меня большая проблема. Мне кажется, вот с этим можно работать. Это маленький сегмент разговора про цифровую бедность или цифровую недостаточность, но если мы поговорим об этом, в конечном итоге история про этот тезис, возвращаясь к вашему вопросу, будет чуть более прозрачной и понятной. И будет понятно, в каком направлении действовать конкретным людям и конкретным специалистам. Есть ли еще вопрос? Да, я бы тоже хотела поблагодарить за лекцию. Единственное, что я, может быть, пропустила такой момент, не очень поняла лично я. То есть вы говорите, что, точнее, так поняла, тема, вопрос звучал так, что онлайн для бедных, оффлайн для богатых, но в то же время эти горизонтальные связи, горизонтальная интеграция, то, что мы можем написать в Твиттер Трампу, она повышает наше благосостояние. Так вот, как соотносятся вот эти два тезиса, что в одной из все-таки бурых благосостояний бедных повышается? То есть как? Ну, скорее так, не то, что повышается уровень благосостояния, повышается ощущение, что я нахожусь рядом с сильными мира сего. Но, во-первых, это ощущение, потому что оно не подкрепляется никакими реальными дивидендами. Тот факт, что я написала или написала Трампу, это, конечно, очень здорово, это я прикоснулась к какому-то представителю власти, но дальше из-за этого может ничего не последовать для меня лично. Это просто такой высочайший уровень социального одобрения, который я могу получить, но который растворится завтра-послезавтра. То есть в долгосрочной перспективе для меня это ничего не значит. Это, во-первых. Во-вторых, история про то, что я могу написать Трампу, это, конечно, история про то, что в действительности, чтобы быть заметным в онлайн-среде, нужно не просто быть зарегистрированным, а нужно иметь там большую историю, кучу подписчиков, фолловеров, нужно иметь какой-то статус. То есть, на самом деле, чем больше существуют эти массовые инструменты для общения, тем больше там воспроизводится иерархия. Если я напишу Трампу, у меня нет Твиттера, чтобы просто было понятно, или там он есть, но рабочий, я зарегистрируюсь и напишу, вряд ли я получу какой-то ответ. Если напишет Макрон, понятно, что он получит ответ. Более того, если напишет какой-нибудь суперизвестный блогер, у которого много подписчиков, он тоже может получить ответ. Это разговор о том, как воспроизводится вот это социальное равенство и неравенство онлайн. Но самое главное, то, что это горизонтальность, это видимость. Да, у нас есть возможность прикоснуться к человеку, но у нас нет возможности, например, выстроить на этом основании какие-то связи долгосрочные, на этом основании запустить какие-то проекты, не знаю, попросить о деятельностной помощи, которая случится. То есть это такие барашки по волнам, которые на самом деле ни к чему не идут. У меня есть очень хороший пример, который не связан с Трампом, который я очень люблю. Вы слышали что-нибудь про последний скандал вокруг Леди Гаги и российского сообщества женщин, который захватил ее Инстаграм? Ну, в общем, это смешная такая история про селебритис, про знаменитости. Леди Гага увела одного из американских актеров у бывшей российской модели Ирины Шейк. Это долгая, очень грустная, очень грустная голливудская история. И, в общем, она совершенно не имеет никакого значения для российской социальной жизни, вообще ни для кого. Но в какой-то момент в Инстаграме, где, собственно, у Леди Гаги есть довольно большой аккаунт, и после выхода статьи о том, что она заселилась в тот дом, где жила Шейк со своим ребенком, что она такая гадина и увела, внезапно стали приходить русские женщины. Причем сначала они всерьез приходили и говорили, какая же ты, как же ты могла. А потом это обратилось во флешмоб, потому что куча русскоязычных аккаунтов, преимущественно женских, но не только, решили прийти и, значит, повеселиться в аккаунте Леди Гаги. Причем, тем больше, она не отвечала. И они там писали, а кто здесь последний в очереди, расскажите, как варить борщ. То есть там была такая серьезная атака, абсолютно юмористическая, на которую, собственно, менеджеры аккаунта Леди Гаги не отвечали никоим образом. Почему? Ну, потому что сначала они подумали, что зачем отвечать на такую агрессию, а потом, собственно, поняли, что здесь нет агрессии, здесь просто флешмоб, и проще уже дать людям вот оттоптаться до конца, повеселиться, и они уйдут быстрее, чем если ты начнешь с ними вступать в коммуникацию, банить их и еще что-то делать. И вот это как раз прямая демонстрация истории про статусы. Вот если вы не имеете никакого статуса, не нагружены никаким статусом, ни онлайн, ни офлайн, для человека, с которым вы коммуницируете, этот человек с легкостью может вас игнорировать, как говорят, и ничего ему за это не будет. Ему даже не нужно чистить свое пространство, просто можно проигнорировать. И если вы даже всей толпой придете и устроите какое-то коллективное действие, если человек со статусом в онлайн-среде или в офлайн-среде не обратит на вас внимания, то ваше действие какое-нибудь серьезное, не было в какой-то момент превратиться в пустышку. Ну, либо вот в такую юмористическую историю, которая вызывает, конечно, у некоторых людей гордость за российское онлайн-комьюнити, особенно в Инстаграме, но это смешно. То есть это довольно смешной кейс, который вообще никоим образом не может поколебать историю про вертикальные статусы, которые воспроизводятся даже в Инстаграме. И оно, к сожалению, воспроизводится везде. Ну, то есть, например, не знаю, у нас есть простая горизонтальная история. Если у вас есть адрес электронной почты, вы можете написать кому угодно. Если у вас есть верный адрес электронной почты, где гарантия, что вам ответят? То есть никто не может заставить человека с той стороны в течение, не знаю, 24 часов ответить, иначе его будут бить током. Такого не будет. Поэтому вертикализация все равно сохраняется. У вас есть возможность, я не знаю, придумать любой проект и подбирать на этот проект с помощью онлайн-среды любых специалистов. Но если вы даже найдете этих специалистов, не факт, что они откликнутся, потому что по-прежнему сохраняется иерархизация. Если вы маленький проект, а вам нужен крупный специалист, ну, дорастите, и потом, может быть, до вас не зайдут. То есть это вся та же самая логика. То, что нам создают специальным образом ощущение сети и то, что она воспроизводится, это большое спасибо тому, как, например, все эти коммуникационные сервисы создавались. Но когда вы делаете сервис для кампуса, для студентов университета, понятно, что это горизонтальная история, потому что вы все студенты университета. Когда вы начинаете каким-то образом экстраполировать, транспонировать на большие регионы, на большие социальные сообщества, там будет история про неравенство, там будет история про санитаров леса, про хранителей традиций, там будет история про олдов, которые знают, как лучше, там будет история про сменяемость поколений, про то, что новые поколения хотят потеснить старые поколения и борются за власть. Но человек так устроен, что он воссоздает социальную структуру, знакомую везде. И более того, вот эти псевдогоризонтальные или квазигоризонтальные системы, которые есть в видимом нам массовом интернете, они тоже, по большому счету, подстраиваются под это. То есть вы просто посмотрите, например, как меняются правила сообщества в том же Твиттере, в том же Фейсбуке, во всех сервисах, которые их публичат. И вы увидите, что они регулярно перестраиваются. Они регулярно перестраиваются под то, что нужно пользователям. Знаете, как еще одна байка. Можно еще одну короткую байку? Я вообще хотел с тобой поспорить. Хорошо, сейчас я расскажу байку, если ты поспоришь. Руководство Твиттера довольно долго пользователи обвиняли в том, что они не банят как раз аккаунт президента Трампа, потому что президент Трамп позволяет себе иногда такие высказывания в адрес целых государств, народов и конкретных представителей правящих элит, что это точно хейт-спич, это точно риторика ненависти, это точно дискриминации. И вообще по всем правилам сообщества с точки зрения руководства Твиттера ему нужно было забаниться. Ничего не банили. И пользователи потребовали объясниться. Сказали, ну вот вы опубликовали правила, они есть, они для всех. Трамп один из пользователей. Примените к нему, пожалуйста, эти правила. На что руководство Твиттера ответило прекрасным образом, что поскольку президент Трамп президент, и он является, собственно, публичным голосом, который очень важен для множества людей, мы не можем его забанить. Ну то есть он публичное лицо, его позиция важна, и у его позиции огромное количество последователей, и в том числе огромное количество людей, которые с ней не согласны, но для них эта позиция тоже важна, поэтому мы не будем его банить, что бы он ни говорил. То есть они красиво завернули в новую блестящую упаковку о публичности, старую историю. Он президент, ребята, но мы не можем его забанить, потому что он президент. Да, в онлайн мире его статус как будто не должен иметь значения, но вообще-то имеет. И это, собственно, то, как выглядит в том числе продажа горизонтальности. То есть вертикальность нам упаковывают в красивую историю про публичность, про еще что-то, но она остается такой же. Да. Да, вот есть все-таки ведь истории с тем же самым Илоном Маском, который очень любит отвечать пользователям, особенно пользователям из России. Частенько, вот, собственно, его девушка отвечает даже на русском языке через его твиттер. Ну, то есть, вот даже недавно, буквально неделя, полторы-две назад, он ответил на один из твитов моего друга, который о чем-то спросил. И, то есть, это так или иначе все-таки какая-то коммуникация, которая налажена вот на совершенно разных уровнях, где Илон Маск, где мой друг. Мне нравится, что вы так выстраиваешь иерархию. Сразу так. Не, но ведь здесь как раз речь про иерархизм, то, что это только видимость, так сказать, работы социальных сетей, на самом деле, не сегментирована. Но вот вторая история, это про то, что кто-нибудь в нашем Фейсбуке, ну, почему-то именно в Фейсбуке так завелось, пишет какой-нибудь гневный подгон, в котором обвиняют, что какая-то организация, там, как правило, какая-нибудь публичная фирма, которая работает в сфере обслуживания, плохо его обслужила. И пишет такую публичную кляузу, где пишет, что вот он пытался по-доброму, но вот он последний, вот, так скажем, гвоздь в кружку и гроба забивает. И это огромное количество случаев известных приводит к тому, что его проблема действительно разрешается. И эти люди тоже не являются, ну, часто достаточно являются, потому что мы, как правило, узнаем о том, что кто-то такое написал именно благодаря публичному статусу написавшего. Но тем не менее, в том числе, часто отвечают на те жалобы, которые от обычных пользователей услуг. Так что это ведь тоже, так скажем, какая-то работа вот этих как раз социальных сетей, социальных связей разноуровневая. Да, нет, безусловно, это работает. Понятно, что как только вы получаете возможность в большом количестве зарегистрироваться в онлайн публичном пространстве, вы получаете больше голоса и больше возможностей голоса, чем это было до того. Ну, то есть, условно говоря, все те люди, которые, чего волеизъявления раньше ограничивали, скорее правовыми инструментами или какими-то гражданскими активностями, выйти куда-то, что-то произнести, распространить листовку, теперь просто открывают тот же фейсбучик, пишут что-то, и это действительно важный потенциал. Но важно, что это именно потенциал. Это не означает, что в действительности существует абсолютно точно реализуемая горизонтальность. Это означает, что есть ее потенциал, а насколько она реализуется, зависит от того, вот на той стороне у нас Маск, который любит беседовать, или человек, который не любит беседовать, или человек, который выстраивает скорее свой публичный статус, и ему важно поэтому иметь подписчиков и что-то им говорить, а вовсе не хочется с ними разговаривать. Это очень сильно зависит от контрагентов, потому что это сообщество, а значит здесь работают многие связи. А второе, про кляузы. Я, кстати, не считаю, что это кляузы, я считаю, что это книга жалобов и предложений в новом виде, и здесь важно то, что такие посты лучше всего работают, если там тегнуть эту компанию, а вот дальше начинает включаться классическая иерархическая схема, потому что компанию тегнули, кто это видит, это видит SMM-щик. Значит, если SMM-щик не отработает инфоповод, лучше не знать, что с ним сделают, особенно в бизнесовых, ну, каких-то, да, компаний, которые построены как бизнесы, а не скорее, как там, какая-то некоммерческая, организация, потому что любой инфоповод должен быть отработан, любое упоминание сервиса, особенно если это сервис, который связан с услугами, или если это сервис, который связан именно с цифровой какой-то сферой, это нужно отработать. То есть, конечно же, горизонталь работает в том смысле, что мы можем просто их тегнуть и надеяться на то, что они прибегут, но прибегают они, потому что есть вертикаль, потому что есть SMM-щик, над ним какой-нибудь digital директор, а над ним еще кто-нибудь, который, значит, отслеживают и мониторят активности. Это я тебе говорю как человек, который прямо с этим работает. Ну и кроме всего прочего, есть просто компании, которые настолько отлично просеивают большой объем контента, это компании, которые работают как раз с цифровыми услугами, им даже не надо, чтобы вы их тегнули, достаточно их просто упомянуть, потому что они по, собственно, семантическим, всяким штукам ищут себя. И в этом смысле, конечно, здорово, что у нас у всех есть возможность о чем-то рассказать, чем-то поделиться, на что-то пожаловаться. Потому что это такая сочетанная работа горизонтальной вертикали. С другой стороны, на самом деле, это плохой симптом того, что, в принципе, нормальная, ну, как бы, общественная система и социальная система не работают, потому что вы не можете в частном порядке обратиться в компанию и получить то, что вам нужно. Какую-нибудь компенсацию или объяснение. Ну, как правило, да, это последний аргумент. Последний аргумент. А почему этот последний аргумент звучит так? Я 30 дней, 30 лет и 3 года, значит, пытался добиться, меня посылали, мне хамили, и вот, и тут же прибегает кто-то, кто начинает это все решать, причем не публично, а тут же в личке, да, потому что мы не хотим публично, ну, с точки зрения компании, снова обсуждать этот кейс. То есть, это история про то, что это скорее крайняя мера, но, а все-таки, когда мы говорим о вот этой горизонтальности цифровой среды, это не кольт, который мы наставляем на человека, потому что человек как-то плохо с нами общается, это просто, ну, некоторые условия нашей коммуникации. Мне кажется, очень важно, как раз вот то, о чем ты говоришь, это история про то, что любая мифологизация цифры и разговор про то, что цифра — это классненько и дальше будет только лучше, и разговор про то, что цифры страшные и дальше будет только страшнее, она не работает, Потому что это мифологизация. Потому что есть куча случаев и куча кейсов, которые опровергают любой черно-белый тезис. И это как раз хорошо. Потому что если есть случаи, которые опровергают черно-белые тезисы, это означает, что есть очень много разных вариантов существования и технологий, и людей в технологии. А значит, есть много разных вариантов развития этих технологий и людей в этих технологиях. А значит, у нас, если угодно, есть много вариантов будущего. Это круто. Мы можем выбирать из этих вариантов. мы можем думать, что нам строить. И вообще, кстати, вообще не говорим про Darknet, Deep Web и все вот эти немассовые штуки. Про них не стоит, пока что. Кстати, по поводу истории с Леди Гагой, там уже было продолжение про то, что в итоге это же отечественная комьюнити стала отковать и тоже, по-моему, Инстаграм, правда, уже Ди Каприо, и требовать от него спасти Байкал. То есть там, если зайти, там сотни сообщений, типа Ди Каприо, «Do you speak English?» «Спасти Байкал?» Это красивая история, потому что, если вы помните, был в свое время такой удавком и албанский язык, он же язык подонков. И история формирования этого языка очень похожим образом начиналась. Это тоже с того, что люди начали довольно юмористически осмыслять случайно забежавшего к ним персонажа. Здесь обратная история, мы сами набежали, но, в принципе, логика формирования языка сообщества, она здесь очень хорошо прослеживается. Мне кажется, что это как раз история про то, что все-таки вот в этом супермассовом онлайн пространстве все еще осталось место для сообществ, которые могут быстро собраться и быстро разобраться. А это хорошо, потому что это на самом деле показывает, что условно массовый интернет, как бы сейчас вы не хотели зарегулировать, все равно остается зоной, где можно заниматься самоорганизацией. А это очень здорово, потому что самоорганизация – это настройка в том числе норм сообщества, то есть это такая рефлексия, что, в общем, тоже неплохо, потому что там, где есть рефлексия, там есть критическое мышление, где есть критическое мышление, там есть ответственность, и дальше мы попадаем в поле такого правильного социального инжиниринга. И здорово, если технологии действительно позволяют этому социальному инжинирингу, который подпитывается нашими желаниями, мотивациями существовать. Но, как показывает практика, к сожалению, эти жесткие иерархические системы тоже работают, Поэтому тут такая борьба, что победит, способности, желание самоорганизоваться и возможность выстраивать горизонтальные связи, или привычка к вертикали, иерархии, жесткому управлению, каким-то властным агентам, которые являются держателем повестки и так далее. Это такая борьба титанов. Давайте у нас еще последний вопрос. Там еще есть еще. Давай еще время второго. Ну хорошо, спасибо. У меня такой вопрос. Вот мы говорили про компании, про потребители, а ведь иногда медийные личности используют свои YouTube-каналы, чтобы решать вопросы, например, как Стати и Джеймсом Чарльзом. Там что работает вообще? Ну слушайте, медийные люди это по сути личные персональные бренды. То есть как только мы говорим о некотором уровне публичности и некотором количестве людей, которые у тебя в качестве фолловеров, то есть потребителей твоего контента существуют, мы говорим о том, что человек начинает работать как компания. Мне в этом смысле страшно нравятся истории про нескольких топовых разного рода блогеров в англоязычной среде, канадские, американские, которые почти всегда репрезентированы как отдельное лицо, то есть отдельный человек. Но если они снимают бэкстейдж или если они рассказывают о чем-то, как они что-то делают, то есть обузнанки, мы понимаем, что там огромная команда. И очень интересно восприятие этого феномена, потому что, ну я не знаю, может быть, это, конечно, моя проблема, потому что я все-таки из той культуры, где знаменитость — это скорее отдельный персонаж, отдельно стоящий в большей степени. Но я когда думаю про блогера, я думаю, если я специально не вижу команду, я думаю, ну вот какой молодец там, прям сам все. И дальше мне приходится предпринимать усилия, чтобы вообще подумать, что ну нет, он, конечно, классно снимает, здорово монтирует, замечательный звукорежиссер и так далее. Но просто невозможно производить этот контент одним человеком. И понятно, что там есть команда, и нужно уважать блогера как человека, который организует команду, на самом деле. То есть занимается фасилитацией. Если же мы говорим о культуре, где в большей степени вот это развито, да, блогинговая составляющая, привычка к ней, то понятно, что это действительно бренды. И как за каждым брендом там стоят продюсеры, и совершенно никого не удивляет, что когда ты говоришь, что я продюсер Кейси на Истаде или еще кого-нибудь, то понятно, что это вполне верифицируемая позиция, и никого не возникает вопросов, что это так вообще можно было, да? В этом смысле, опять же, если мы пытаемся вписать блогинг, медийность и микро-селебрити, микро-инфлюенсеров и всю вот эту социальную движуху, которая существует онлайн в старые знакомые нам схемы, то это, конечно, персональное развитие своего конкретного бренда и вот эта вот понятная маркетинговая, финансовая, экономическая система. Но если мы постараемся говорить о том, что блогинг — это не новая профессия или медийность — это не новая профессия, а что это открывает нам возможности вообще другой профессионализации, то, возможно, имеет смысл говорить и о том, что сам подход к маркетингу, сам подход к продвижению, сам подход к рекламе, к экономическим каким-то показателям, в принципе, меняется. То есть мне кажется, что мы сейчас находимся, опять же, в том периоде, в той точке, когда нам нужно решить. Мы пытаемся вписать все то новое, что есть в цифре и все эти новые практики коммуникации, которые там есть, в старые схемы, или мы пытаемся понять, что там работает что-то другое. Вот мне кажется, что вопрос это про то, что как раз там работает что-то другое, и когда мы пытаемся объяснить это по-старому, мы просто кладем то, что мы видим, в прокрустово ложе. И отсекаем то, что нам непонятно, и говорим, ну, а это похоже вообще, так и, в принципе, и раньше было, ну, и нормально. Ну, он на самом деле коррелирует со многими, которые были до этого. Я думаю, большинство людей согласится с тем, что онлайн-среда продолжение оффлайн-среды, и очень многие вопросы, которые возникают в реальном мире, возникают и в сети, и это и глобальные проблемы, которые пытаются решить человечество и так далее. И в связи с этим возникает вопрос. Вот эта статья, которая онлайн для бедных, оффлайн для богатых, насколько вообще это имеет ценность, или это просто пшик? Потому что это обсуждение исключительно оффлайн-среде, не относится никак к оффлайн-среде, это только про цифру. И какое это имеет значение вообще для мира? Потому что возникает ощущение, что через пару месяцев об этом забудут, и никакое влияние на социальную среду это не окажет совершенно. Ну, через пару месяцев не забыли, но даже если мы вот это уберем, смотрите, ваше рассуждение, это как, вот есть аверс-реверс у монеты, это как реверс-обсуждение, которое я имела там несколько месяцев назад на другой публичной лекции, когда мне говорят, слушайте, ну вот этот ваш кибербуллинг, ну это вообще ничто. Вы знаете, знаете, что такое страшно? Страшно, это когда за тобой по подворотнях идет человек с ножом. Вот это страшно. А когда тебе пишут неприятные комментарии или преследуют тебя во всех твоих, значит, аккаунтах, это не страшно. Ну и там такой был контекст и такая интонация. Деточка, что ты знаешь вообще про ужас? Потому что ужас, он весь оффлайн-средоточен. Вот если мы говорим о том, что вся эта статья сосредоточена на онлайн, поэтому у нее нет никакой ценности, это как бы оборотная сторона той же самой медали. На самом деле, мне кажется, что подобные тексты, они хороши по нескольким причинам. Во-первых, потому что в принципе ставится вопрос о том, что онлайн это какая-то другая среда, и об этом стоит думать. Потому что вот действительно в этой среде есть какая-то другость. Ну то есть сложно себе представить, например, в оффлайн, в аналоговом мире того же самого ребенка, который абсолютно самостоятельно, субъектен, полностью профессионально представлен, потому что наш мир, наш правовой мир так не устроен. То есть там действительно есть что-то другое, непохожее, непонятное и реализуемое как будто само по себе, а мы вот имеем дело с плодами этой реализации. Это первое. Второе, мне кажется, важным вообще разговор о том, что онлайн начинает обсуждаться как территория, в которой воспроизводятся вот те самые логики несправедливости. Потому что долгое время действительно мы скорее говорили о том, что это невероятное пространство свободы. В начале 2000-х Мануэль Костельс, довольно известный исследователь как раз интернета, такой социолог интернета, выпустил книжку, где рассказывал, что интернет строился энтузиастами, классными хакерами, но такими белыми хакерами, которые хотели организовать полностью демократичное открытое пространство, где можно познакомиться со всеми знаниями мира. И вот эта мифология, она нас сопровождала долгое время. И она была подхвачена людьми, которые цифру продают. Это продает искусственный интеллект, продает все остальное. А вот если мы начинаем задумываться о том, что вообще-то продажи, это, конечно, хорошо, но кто это покупает, и насколько эта покупка вообще равновесна с точки зрения социального устройства, не производит ли она новых богатых и новых бедных, это хорошо. В том смысле, что это полезно. Дальнейшее обсуждение. Ну и, наконец, на самом деле, очень важно, что представители топовой мировой прессы начинают специально разговаривать о цифре, специально разговаривать о людях в цифре и специально писать колонки. То есть мы не знаем, специально это или случайно, но так получилось. Писать колонки, которые заставляют нас задуматься о том, а мы какое место занимаем в этом мире, насколько мы несем ответственность за то, что там происходит, насколько мы контролируем то, что там происходит, насколько мы уверены в том, что те люди, которые делают эту среду, в полной мере понимают, что там происходит, потому что это запускает общественные дискуссии. Понятно, что для, например, российского сообщества, сообщества онлайн-пользователей, это скорее такая частная история, потому что действительно много несправедливостей, с которыми имеет смысл бороться, по поводу которых имеет смысл что-то решать. Но для, например, европейских стран, или для Америки, или для стран Азии, где разный интернет, вопрос о том, кто имеет доступ в интернет, по каким правилам, как нужно защищать персональные данные, нужно ли защищать персональных данных или пользователей, которые эти персональные данные защищают, кому нужно давать преференцию, пользователю, корпорации или государству. Это вопрос очень важный, который приводит в том числе к тому, что, например, знакомство с некоторым количеством технологий, с некоторым количеством устройств и с некоторым количеством возможностей, софт-возможностей в России может быть гораздо более сильным и серьезным, чем в той же Германии, потому что у нас просто многое не ограничено. И это разговор, который очень важен, потому что это разговор о том, будем ли мы переносить в онлайн как раз старые привычки и практики, или мы будем там что-то другое делать. И вот такие статьи, они как раз важны, потому что это еще одна попытка зайти в этот разговор. А для России понятно, что неравенство, бедные и богатые, бедные и цифровые, богатые и нецифровые, это нерелевантно. Но если мы смотрим на цифру и хотим ее увидеть, как разноположенное, но единое пространство, это полезный разговор. В том числе, кстати, потому что этот разговор, который позволяет нам задуматься о тем, какие на самом деле системы ограничений существуют в мире, и какие из них нам кажутся, опять же, справедливыми или несправедливыми. Там GDPR, например, протокол защиты персональных данных, который действует в Европе. Вообще он нам нравится, не нравится, хотели бы мы, чтобы его применяли по отношению к нам или нет. Нет. История про регистрацию в соцсетях с 13 лет. Нравится она или не нравится, хотели бы мы, чтобы она работала или нет. История про то, что родители не имеют права выкладывать персональные фотографии ребенка без его разрешения, или они могут там вправиться в суд. Это история, которая нам нравится или не нравится. Просто можно посмотреть, как это реализуется в той же Европе, в Америке, или в Южной Корее, или в Китае, и увидеть разные перспективы. И задуматься, что из этого нам интересно. И с этой точки зрения, какие инициативы, которые мы наблюдаем, в том числе политические, оказываются для нас релевантными и движущимися в правильном направлении, или какие кажутся тем, что бы нам не хотелось видеть. А дальше начинается гражданская ответственность. Вот и все. Давайте последний вопрос. Здравствуйте. Я немного недопоняла в течение Ваших высказываний. Вы говорили такие слова, как зависимость, Стангольский синдром. Это просто цитирование? Это в кавычки. Все берите в кавычки. Это не связано с психологическим словарем. Это скорее такие метафоры, которыми я пользуюсь для того, чтобы показать, какие похожие эффекты возникают не психологического типа, а социального типа. Например, про зависимость. Извините, что я Вас переживала. Я сейчас просто приведу пример. Про зависимость. Конечно же, я не говорю про интернет-зависимость или про какие-то другие… Там было про бедность и богатство, зависимость бедных от богатых и созависимость. Да, но мне кажется, что здесь речь идет о зависимости в таком социальном смысле слова. То есть не про созависимые, например, отношения. Я хотела подчеркнуть, что это, наверное, все-таки созависимые отношения. Да, я думаю, что если пользоваться более корректным словарем, то да, конечно. Но в данном случае это была метафорика, которую не стоит воспринимать как строгую терминологию. Давайте, наверное, закончим. Поблагодарим Оксану. Скажите, понравилось ли вам? Оксана, мы здесь проводим лекции в рамках этого проекта каждые две недели в следующем мероприятии. У нас будет не лекция, а дискуссия. И мы будем обсуждать, собственно, кибербуллинг. Да, и Оксана будет модератором этой встречи. Так что регистрируйте, приходите, следите за нашими анонсами в социальных сетях. И спасибо, что пришли. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.